Сирия. Итоги за сутки на 13 апреля 2020 года. Коротко об итогах противостояния. Сирийская арабская армия. Понесли потери при нападении на блокпост Вдара и ведут ответный огонь по опорным пунктам Хаят-Тахрир-Аш-Шам на юге Идлиба. Демократические силы Сирии СДФ пресекли попытку побега девяти жен террористов ИГИЛ из лагеря Аль-Хол в Хасаке. Лишились полевого командира и устроили массовую драку с местными жителями враги. Ранеными и убитыми потеряли трех боевиков при нападении в Хасаке, а также арестовали бывшего полевого командира ИГИЛ. Исламское государство ИГИЛ совершило нападение на патруль курдских боевиков на востоке Хасаке. Подозревается в нападении на члена сил внутренней безопасности демократических сил Сирии в Раке и нападении на их конвой в Хасаке. Сирийская национальная армия обстреляла из миномета укрепления курдских бандформирований в Раке. Силы освобождения Африна. Открыли огонь из Птуров по опорным пунктам турецкой армии в Алеппо. Понесли потери на севере Алеппо при столкновении с протурецкими боевиками в Дара. Вооруженные силы Турции. Понесли потери на севере Алеппо, лишившись шести военнослужащих убитыми и ранеными. Международная коалиция США. Направила конвой военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением на восток Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Смотрите до конца. Подробности итогов противостояния. Провинция Алеппо. На севере провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил правительственных войск и подконтрольных Турции вооруженных группировок. Как сообщает телеграмм канал Бин Сирия. В ходе столкновения между отрядами сирийской национальной армии с подразделением армии Башара Асада у поселка Кафрталь был застрелен один офицер. Курдские боевики из состава сил освобождения Африна сделали заявление о том, что им удалось совершить вылазку к позициям турецкой армии у поселка Шарова. В результате обстрела укреплений вооруженных сил Турции из противотанковых ракетных установок были ранены трое турецких военнослужащих. Еще трое были убиты. Также при обстреле были уничтожены несколько автомобилей и груз боеприпасов. Минобороны Турции пока никак не комментирует заявления боевиков и не подтверждает потерь. Провинция Дара. На востоке провинции спящие ячейки боевиков совершили нападение на блокпост сирийской армии на дороге, связывающей поселки Аш-Шаркии и Мали-Аль-Гарбия. Группа боевиков открыла огонь из автоматов по КПП, где находились сирийские военнослужащие, после чего скрылись с места преступления. При обстреле пострадало несколько солдат. Военные аналитики предполагают, что за этим стоят бывшие боевики из состава Южного фронта, которые продолжили антиправительственную деятельность с поддержкой сил Международной коалиции во главе с США. Провинция Дейр-Эс-Зор. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в подконтрольном боевикам демократических сил Сирии городе Бусейра прогремел мощный взрыв. Рано утром неизвестные бросили гранату на городском рынке. Никто не пострадал, так как горожане избегают посещения общественных мест из-за угрозы распространения коронавируса. В нападении подозревают террористов запрещенного в РФ Исламского государства. На востоке провинции спящие ячейки ИГИЛ взорвали дом бывшего члена группировки в деревне Альдахук. Террористы подбросили в дом своего бывшего соратника ручную гранату. Провинция Идлиб. Артиллерия сирийской армии ведет огонь по опорным пунктам террористов Хаят-Тахрир-Аш-Шам в районе поселка Кансафра. Как сообщает портал Алк-Хабаур, днем террористы спровоцировали столкновение с сирийскими военнослужащими, обстреляв из минометов их позиции. Позже правительственные войска атаковали опорные пункты группировки в районе поселка Кафру-Вейть. Как сообщает Эль-Сауря, в Идлиб прибыл еще один конвой военной техники, который пересек границу через погранпереход Кафру-Лусин и направился к линии разграничения сил правительственных войск и боевиков. По информации Института военных исследований, общее число турецких военнослужащих в Идлибе достигло 20 тысяч человек. Второй корпус сирийской национальной армии направил из Алепа отряды своих бойцов на юг Идлиба. Подкрепления сирийской национальной армии прибывают с колоннами бронированных автомобилей, грузовиками боеприпасов и ПЗРК. Провинция Рака. Боевики сирийской национальной армии обстреляли укрытие курдских боевиков у деревни Казали. По данным источника в сети Twitter Inms, при обстреле погиб полевой командир СДФ Мухаммад Хусейн Аль-Канас. Жители города Аль-Машлаб подрались с отрядом боевиков демократических сил Сирии. Конфликт с мирными жителями спровоцировали сами курдские боевики, когда попытались вынести оборудование из местного интернет-зала. Им оказал сопротивление владелец заведения и жители квартала. Завязалась потасовка. Провинция Хасака. У лагеря Аль-Холл группа боевиков, предположительно из состава ИГИЛ, напали на патруль сил внутренней безопасности демократических сил Сирии Асаиш. Боевики устроили засаду у поселка Аль-Дашиша, после чего открыли огонь на поражение по патрульному автомобилю, убив двух членов Асаиш. Инцидент произошел сразу после того, как курдские боевики предотвратили попытку побега из лагеря Аль-Холл. В ходе рейда в лагере были задержаны девять жен террористов ИГИЛ, которые планировали бежать вместе со своими детьми. На восток провинции прибыла очередная колонна военной техники Международной коалиции во главе с США. Согласно данным новостного агентства САНА, колонна из десятков грузовиков и бронированных автомобилей зашла на территорию Сирии из Ирака через незаконный погранпереход Аль-Валид, после чего направилась в сторону базы вооруженных сил США в городе Аш-Шададе. С начала этого года коалиция перебросила в Сирию около тысячи единиц военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением, которые были развернуты на базах в Дейер-Эс-Зори и Хасаке, а также на оккупированных коалиции и боевиками СДФ нефтегазовых месторождениях. Курдские медиа-активисты сообщили, что боевиками СДФ удалось задержать террориста ИГИЛ. СДФ провели операцию в Аш-Шададе. В ходе штурма дома на окраине города был захвачен бывший полевой командир группировки Мухаммед Рашид Диаб. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Спасибо. Спасибо. Спасибо.